Ого! Слушай, а тебе иначе 20? Правонорфорта нормализует сечевыпускание, оздоровляет простату, подсиляет либидо и потенцию. Человеки оценят, женщины запомнятают. С целью ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры российские оккупационные войска совершили более 50 вылетов беспилотных летательных аппаратов, в частности, иранского производства «Шахид-136». Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, Воздушные силы констатируют, что Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но нарастила присутствие беспилотников в воздушном пространстве над Украиной. Как с ними удается бороться? Действительно ли они наносят существенный ущерб? Говорим об этом далее. С нами на связи Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала, правда ли, что Россия снизила количество ракетных ударов по Украине? Ну, сегодня ночью несколько вырос показатель ракетных обстрелов, но прошедшие несколько дней мы замечали, что все-таки... Я прошу прощения, сейчас со звуком проблемы. Давайте. Ну, мы вас слышим хорошо. Давайте еще раз. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Юрий. Давай сейчас. Да, да. Да. Слышно? Да-да-да, хорошо слышно. Низкая конверсия. Да. Ну, на протяжении недели, вот, просто, скажем так, меньше было замечено, так, особенно таких ударов ракетами большими, которые имеют серьезные разрушения. Ну, ракеты авиационные Х-59, Х-31, в принципе, применяются ежедневно, но беспилотные летательные аппараты. Видимо, с 23-го числа Россия регулярно направляла на Одесскую и Николаевскую область. Уже около 16 таких дронов Камикадзе было уничтожено нашими силами противовоздушной обороны. И, в принципе, нельзя сказать, что это такое массовое применение этих вооруживающих боеприпасов, так называющие дроны Камикадзе. Но все же идет пристрелка, идет изучение возможностей нашей противовоздушной обороны. Противник смотрит, как эффективно мы избиваем, какие тактические приемы применяем. И, соответственно, меняет тактику применения этих боеприпасов в ту или иную сторону, чтобы обойти наше ПВО. Но и наши войска, это силы обороны не только ПВО, по интернациям, так и всех сил обороны. Все же каждый день имеют определенный опыт. Специалисты изучают, из чего состоят, которые донуют сбитие. И тоже противодействие внедрять для большей эффективности сбития. Ну, также есть информация, что в Украине будут предоставлены некоторые средства для борьбы именно с беспилотниками противника, такими как дрон Камикадзе «Шахидс» и «Счастье». Юрий, я хотел бы вернуться к началу вашего ответа о уменьшении, ну, вроде бы, уменьшении количества ракетных обстрелов. Как вы думаете, с чем это связано? Почему там, неужели заканчиваются ракеты? Ну, безусловно, нет такого массового применения сегодня ракет тех типов, которые противник применял практически постоянно. Это ракеты «Калибр» морского базирования, это ракеты «Х-101», «Х-555», это «Искандеры», это уже не крылатые ракеты, а оперативно-тактический комплекс. Также есть и крылатые ракеты «Искандеры», это нужно означать, что применение отличается «Искандер-К» и «Искандер-РМ», скажем так. Ракеты «Х-22» также противник применял часто, из бомбардировщиков «Ту-22». Ну, в общем, суть в чем? В том, что беспилотники, нужно понимать, не заменят абсолютно ракетное вооружение, которое есть сегодня у страны оккупанта. Это просто новый вид боеприпасов, который ранее не применялся расистами. Сейчас они получили эту возможность, они применяют практически артиллерийский снаряд, который по разрушению имеет такое же воздействие, как снаряд. То есть 40 килограмм боевой массы ракеты — это 400 килограмм. Это скоростя, это дальность применения, внезапность и технологии, понятно, совершенно другие. Почему не применяют? Ну, есть разные мысли насчет этого. Вот, очевидно, что противник, уже применяя их по объектам критической инфраструктуры, понял, да? Я это и не скрываю. Они на своих пропагандистских каналах кричат просто об этом, что нужно погрузить Украину во тьму. И есть предположение, что эти ракеты, которые запасы уже поисхудали, я озвучил, как Калибр, Искандер, Аста, будут применяться, возможно, по объектам критических. Именно в осенне-зимний период, чтобы наших граждан погрузить во тьму, как они говорят. Ну, терроризировать, да. То, что у российских оккупационных войск получается лучше всего. Юрий, а что вы можете сказать о беспилотниках, которые использует Россия? Какая их эффективность? Я спрашиваю, потому что, ну, учитывая, как Россия, российские оккупационные войска целятся по военным объектам и попадают в объекты гражданской инфраструктуры ракетами, кажется, что с беспилотниками у них может быть примерно такая же история или нет? Ну, безусловно, беспилотники иранского производства — это аппараты, построенные, скажем так, в условиях санкций. Иран уже долгое время пребывает, и все-таки ему удалось создать копии западных образцов беспилотной авиации. Понятно, что за этим будущее. И Ирану удалось это сделать при поддержке третьих стран, возможно, той же самой России, которая ворует все подряд в мире. И сама не делает, но Ирану передала некоторые детали и так далее. Ну, помогла их получить, во всяком случае. И созданные беспилотники, да, они, вероятно, что не такого высокого качества, что, возможно, они все будут долетать до своих целей. Ну, вот, цель, в принципе, видимая, летит она со скоростью 120 км в час. Радиолокационно она слабо заметна, но заметна. То есть 2,5 метра размах крыльев позволяет видеть ее радиолокационными средствами. Очень сильно гудит, как вы все заметили по видео. Ну, и, возможно, не всегда точно попадает в цель. Поэтому, да, всегда нужно быть на чипу, всегда понимать, что какое бы ни было оружие, это оружие, и оно может попадать и в гражданские объекты. Но в то же время, можно сказать, что беспилотник Камикадзе спроектирован софтом так, чтобы поражать до, в цели, в радиусе метров, скажем так. То есть это считается высокоточным оружием. И противник его создал для того, вернее, закупил для того, чтобы уничтожать нашу систему противоздушной обороны, а также то западное оружие, которое нам предоставили партнеры, это Каймерс и активные артиллерии. Я считаю, что тут цель определенно такова, чтобы уничтожать важные объекты и военные объекты. Юрий, накануне стало известно, что над Николаевской областью уничтожен российский штурмовик Су-25. Можете рассказать подробнее о том, как это происходило? Ну, подробнее вряд ли я могу рассказать. Тут нужно пообщаться, наверное, с пилотом. Если так, это обязательно будет. Каждая история, героические вылеты наших летчиков. Я прошу прощения, я перешел на наших пилотов. Хотелось рассказать о нашей авиации, которая, действительно, давайте с этого и начнем, что авиация украинская ежедневно утюжит позиции оккупантов на разных направлениях, в частности и на юге страны. Также применяются штурмовики Су-25, как и оккупанты. И уже более трех тысяч ударов, авиационных, групповых ударов, совершила наша авиация сначала вторжением. А видите, Юрий, извините, а видите, как интересно, еще, по-моему, 24 февраля вечером или 25 февраля днем российские пропагандисты заявляли о том, что, ну вот, вся авиация Украины уничтожена. Уничтожена. Оказывается, нет. Юрий, спасибо вам большое, что вы нашли время с утра с нами пообщаться и рассказать о поточной ситуации. Это был Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины.